Решила выйти и пройтись пешочком до магазина «Маяк». Вон там оранжевый маяк виднеется. Я уже половину пути прошла. Два километра пешком до него. Так что я оселю туда, прогуляюсь, посмотрю. Обзорчик какой-нибудь вам сделаю. Хочется на память заснять. Посмотрите, как расстраивается микрорайон. В том году такого не было. Я в том году как-то тут обзор снимала по весне. Тут не было никаких домов. Посмотрите, сколько уже домов вы настроили. Они еще и тут строятся, с этой стороны. Но тут уже, видите, деревья все обжитые уже. Зелень, конечно, маловато. Но все равно будет скоро все тут, как и у нас все. 35 лет назад нас строили, ничего не было. Сейчас там у нас все зелено, деревья огромные. Вот такой новый микрорайон называется у нас. Арбековская застава. Вот по дороге, смотрю, какая-то эко-мойка открылась в самообслуживании. Какая она там у эко, я не знаю. А вот и цены. 10 рублей в минуту на скидку сделали. Акция платит только за время. А рядом еще одна мойка. И там люди моют тоже. Шла я всего 20 минут. Это еще я по пути останавливалась, фотографировала, снимала. Поэтому что-то и какая-то шустрая бабушка. Дошла как быстро. Не запахалась даже. А вон еще на той стороне магазин «Квартал». Это тоже супермаркет. Но там уже не такие, ни магазин низких цен. Здесь торговый комплекс «Маяк». Гипермаркет низких цен. Да, уж тут товар столько, что я обзорчик вам полностью делать не буду. Я в основном хотела пройтись там, где это самое масло продается, рыба. Мясо как таковыми не надо. У меня есть вот рыба и масло сливочное. Я бы хорошее купила. Все, буду гулять и показываю вам что-нибудь. Вот, пожалуйста, для сада-города луковичные цветы. 5 штук. 110, 111 рублей. Нет, нет, нет. Во-первых, уже и поздно. Хотя не совсем поздно. Но я не буду покупать. Я сажать уже ничего не хочу. Набор семян цветы. 5 штук. 21 рубль. Это еще можно купить. Редька всякая. Цветы почему-то написаны. А лежит одна редька. Дайкон. И вон там еще ящик. Овощи лежат в основном здесь. Никакой, никакие не цветы. Обожаю вот эту всю, всякую посуду смотреть. Но она мне не нужна, но я люблю смотреть. Банки для хранения такие не надо. А вот, наверное, стеклянные баночки с крышечкой. 50 рублей. Крышечка красивая, наверное. Да не скажу. Баночка красивая, вот что. Вот такие вот ерунду такую. Покупала как-то раз. Не такую, даже побольше. Не сильно понадобилось. Органайзер на раковину. И вот подставка. Ну, вроде ничего. Так. Нужно иногда так. И вниз поставить можно сверху. Но я считаю, что это только пустая трата денег. Потому что некуда будет поставить мне. И я думаю, что они не долгосрочные. Они все равно начнут покрываться какой-то такой. Их отмывать уже потом не очень удобно. Есть у меня такая пластмасса. Когда посуду моешь, я там на нее кладу. Сушиться. Мне не нравится. Вот интересно. Кто-нибудь пользуется такими подставками? Я лично нет. Не люблю, когда обувь лежит вот так вот в коридоре. А стоит она 2 300. Обалдеть. Вот такой бы вешалка я, может, и взяла бы. Ну, уж не костюм. Но что-нибудь можно было бы повесить. Брюки всегда на стульчика вешаю. И пластмассовый вот такие не люблю для сыпучих. Стекло. Оно есть стекло. Оно отмывается лучше. И вообще стекло натуральное. Вот крышки, кстати, очень дешевые. Потому что я покупала за 80 чем-то рублей 10. штук в УПАКе. А здесь 45 рублей 10 штук. Мне вот такая вот посуда нравится. Ну, у меня есть для запекания. Я бы вот для хранения купила бы. Подешевле. Даже без крышки можно. Просто как бы форма для запекания. Только поменьше объемом. Зашла в морозильнюю камеру. Холод невозможный тут. Не знаю, сколько градусов. Рыба, кстати, недорогая. Горбуша. 200 рублей всего лишь килограмм. У нас в светофоре дороже. Там 230 с чем-то рублей стоит. Но я отсюда что-то и не хочу нести. Если ничего не куплю, то, значит, попробую. Потому что она может быть с икрой. Полуфабрикат мясной из говядины. Но я такой покупать не буду. Я не знаю, что тут наложили, какую говядину. Но, в принципе, кусочки неплохие. Посмотрите. И свинина. Свинина 216 рублей. А полуфабрикат 380 рублей. Но ничего покупать я из мяса не собираюсь. Вот зачем я и шла. Масло 80-25% жирности сыробогатов. Я уже однажды приезжала, покупала. Очень понравился на вкус масло. Я хочу его сейчас купить побольше, потому что хочу перетопить. И получается, что это масло килограмм стоит 678 рублей. Я пересчитала. Мне кажется, очень хорошая цена. В чем прикол вот и этот сыр, тоже не пойму. Ну, пусть 40% жирности, тут 45. Президентский стоит, если пересчитать на килограммы, 1200. А вот этот стоит 780 рублей. Хранение срок хорошее еще до февраля месяца. Ну, и у этого только-только сготовили. Может, он посвежей. Состав-то подя одинаковый. Сейчас все изучу, посмотрю. Потому что сырочек вот такой, пронизанчик, тоже к Новому году пригодится. Я уже затарилась к Новому году. Беру еще вот этот вот сыр. Ну, это брынза рассольный. И этот вот из боеволиновой коровьего молока. Так, 232 рубля. У него срок годности очень хороший. До декабря аж 24-го года. А продукт сычужный, вы видите, сколько стоит? 155 рублей всего лишь. Вот цены, пожалуйста, вам какие. Ну, что, не хотела брать, соблазнилась. Мужчина говорит, так равнее есть. Уже вдруг взял, и уже вот он пришел. Сейчас пришли, взял. Не знаю, выбрала самую такую жирнючую. Сама по себе на вкусу недорогая. Так что съедим. Взяла еще киви. Они, говорят, тут недорогие, смотрю. Ну, как недорогие. Гранат 130 рублей это все-таки. И киви 130 рублей. Фруктов много тут, кстати. Курму не буду брать, она более зеленоватая какая-то. В общем, взяла киви, горбушу, сливочное масло и рассольный сыр. Пошла бы я домой, а то все деньги тут оставлю. Вот, пожалуйста, вам и мука, и каша, и крупы, и макароны, море всего. Сколько ж тут алкоголя. Смотрите, вот ряд. Вот ряд. С этой стороны ряд. Это я еще иду вот сюда вот. И вот целый ряд тут. Но не весь, не до конца, до половины. И с этой стороны еще ряд. В общем, пейте, пейте, люди добрые. Алкоголь я не покупаю. Тем более тащить отсюда я уже вот набрала. Ну, а там консервы пошли. Вот начинается этот ряд консервы и этот ряд консервы. Тоже не буду покупать. Во-первых, мне и не надо. А во-вторых, тащить отсюда тяжеловато. Посмотрите, уже новогодние подарки. Готовые по 280 рублей. Уже, уже разложили подарочки. Это все химия. Точнее, началось все для ванны, туалета. Вот здесь моющие. Ну и пошло, пошло, пошло. Вы видите, сколько рядов тут. Вот они, ряды. Не пойду туда, потому что я там уже все покупала. Недавно с мужем приезжала. И порошок, и моющие средства. Поэтому показывать я вам это не буду. Пойду на кассу. Давно хочу уже уйти. Ну вот, на 2200 почти себя наказала. Пойду домой. Налегке практически. На 2000 уже нет. Обзорчик небольшой у меня получился, конечно. Была я там в общей сложности минут, наверное, 30-40, не больше. Пришла я туда где-то 25 минут первого. И сейчас смотрю, 25 минут второго. Но я уже минут 10 как иду. Половину пути практически прошла. По пути зашла в туалет, торговый центр. Посмотрите, уже к Новому году готовится. Вот тут светильники продают. О, смотрите, новогодняя. Елочка стоит с подарками. Ну, вот моя добыча. На 80 рублей купила киви. Фета вот эта дорогая. Пармезанчик. 11 пачек я взяла. Почему? Потому что, ну, 2 килограмма, чтобы было. И две рыбины. Уж не знаю. Вы видите, какая там жирника лежит. Сейчас буду вскрывать. Посмотрю, что там икра или не икра. Интересно очень. Вскрыли мы эту рыбу. Вся она оказалась с молоками. Видите?